Канал «Сказано» приветствует вас. Сегодня мы зачитаем заметку «Девальвация рубля. Провокация». Глазьев раскрыл правду о роли ЦБ. Академик РАН Сергей Глазьев прокомментировал слухи о якобы грозящей девальвации рубля, назвав их ложью и провокацией. Эксперт также объяснил, какую роль в этом может сыграть Центробанк. В СМИ разгоняется новость со ссылкой на Академик РАН Сергея Глазьева о том, что Россия якобы проведет масштабную девальвацию рубля. Однако в интервью Царьграду эксперт категорически опроверг эти слухи, заявив о лжи и гнусной провокации с использованием его имени. Цитата Сергея Глазьева. «Я никогда не кликушествовал по поводу девальвации рубля и ни разу в жизни не давал такого вида прогнозов. Сейчас тем более какие-либо заявления о девальвации рубля могут быть ориентированы исключительно на провокацию нестабильности. И какие-то люди эту провокацию устраивают, пытаясь использовать мое имя». Конец цитаты. Эксперт обратил особое внимание на то, что как раз всегда выступал за стабилизацию курса рубля. Цитата Сергея Глазьева. «Дело в том, что объем золотовалютных резервов у нас в три раза превышает объем денежной базы. И даже если все наличные рубли вдруг будут предъявлены к обмену на иностранную валюту, у Центрального банка хватит резервов для того, чтобы отбить атаку спекулянтов». Конец цитаты. «Однако он допустил, что ситуация, как в 2014 году, может повториться». Цитата Сергея Глазьева. «Если ЦБ, как в 2014 году, сыграет на руку манипуляторам, а я проводил специальное расследование и доказал, что обвал рубля в 2014 году был результатом манипуляции рынком при попустительстве должностных лиц Центробанка, то все, что угодно может быть. Но, надеюсь, руководство ЦБ сделало выводы от этих провалов и все в их руках. И обеспечить стабильность валюты в течение достаточно длительного времени». Конец цитаты. Спасибо за внимание. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Оставьте свое мнение в комментариях, поделитесь роликом в социальных сетях и подпишитесь на наш канал.